Краткий инструктаж от организаторов и участники приступают к выполнению своих заданий. Патриот против Мстителей – две команды, 16 участников и один победитель. Взяв свои листочки с миссией, они отправляются в долгое путешествие во времена Второй мировой войны. Девочки, мы играем на время, естественно, на время и по максимальному количеству баллов. Так что в вашем же интересах можно быстрее опередить ваших соперников. Первое задание – и сразу проверка на логику. При помощи даты и событий нужно определить букву из таблицы, чтобы собрать предложение для ответа. Команда Патриот долго выстраивала словесную цепочку. Помощь в виде интернета запрещена. Все в руках, а точнее в голове самих участников. Во время поиска решения начального этапа первой командой Мстители уже перешли на следующую станцию, что еще больше придает эмоций сегодняшнему квесту. Мы вначале медленно начинали все делать, теперь в ускоренном темпе, так как нам надо немножко хотя бы опередить их. Немного погодя, команда Патриот уже догнала оппонента. Игра перерастает в напряженное сопротивление. Каждая идет к победе. Бой без боевых потерь, где силы противников равны. Амина Тунгоева – капитан команды Мстителей. О квесте узнала только сегодня. И с радостью пришла поучаствовать с подругами. Задание квеста состоит из девяти станций. Это локации на площади всего мемориала. Каждая из них имеет свою тематику, подходящую под задание. Акцию приурочили ко дню окончания Второй мировой войны. Квест проходит во всех регионах страны. Судя по ходу нашего квеста, видно, что участники справляются не только с вопросами, касаемо проверки знаний по истории этого события, но и со знаниями на смекалку и всевозможные головоломки. Для победителей квеста предназначены специальные грамоты. Но, как заявляют все участники, для них главное – это хорошее настроение, которое обеспечили головоломки. И даже после окончания квеста у них все еще остается много поводов для размышления и чтобы вновь заглянуть в учебник по истории. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Акрамат Досхоев, Новости 24.